Добрый день, друзья мои! В эфире наши ежедневные итоги. Сегодня понедельник, и хоть заседание Рада еще идет, нам есть о чем поговорить. Эти итоги вы уже увидите завтра с утра. Я, пожалуй, начну с того, что сегодня, как вы знаете, шли такие эпохальные голосования в Верховной Раде. Но до этого буквально два слова по международке. Венгрия. Диктатура начинается завтра. Парламент Венгрии принимает законопроект, который дает Орбану неограниченную власть и провозглашает чрезвычайное положение без ограничения во времени. Парламент приостановлен, то есть работа его пока приостановлена. Отмена выборов, распространение фейковых новостей и слухов до пяти лет тюрьмы и, наконец, уйти из-под карантина до восьми лет тюрьмы. Конечно, и эта диктатура. О чем тут говорить? Я думаю, Орбан, возможно, давно этого хотел. И сейчас вот эта ситуация как раз очень удобна для ведения диктатуры. Возможно ли, что и другие страны будут так действовать? Возможно, безусловно. Хотя не хотелось бы очень, потому что кризис не может быть ни в коем случае предлогом для введения другого строя, другой государственной системы. Кризис, скорее всего, может быть предлогом для очищения и для поиска новых возможностей. Но посмотрим, как будут действовать в мире руководителя, президента, премьеры. В том числе и посмотрим, что будет происходить в Украине. А сегодня в Украине происходило следующее. Сегодня голосовали за секвестр бюджета. И из таких глобальных новостей, я скажу, что откладывается глобальная приватизация. И ожидания по поступлениям, если раньше они ожидали по приватизации до 12 миллиардов гривен, до 15 миллиардов гривен, то сегодня это упало почти до 0,5. Ну и латать дыры в бюджете будут другим способом за счет увеличения госдолга. Правильно ли то, что приостановили приватизацию? Да, мне кажется, что правильно. Потому что за сколько можно продавать в период жестокого кризиса какие-то компании-монстры, типа, я не знаю, Одесского припорта, Энергоатома или Укрзалезницы? Ну за копейки. За копейки, потому что сейчас мы находимся в таком положении. Но вот то, что госдолг будет расти и что мы даже не ставим вопроса о попытке реструктизации долга, о том, чтобы эти 17 миллиардов отодвинуть выплату, да, то, о чем кричали и говорили многие политики, многие эксперты, что мы должны поставить этот вопрос сегодня перед международными организациями, перед своими западными партнерами. Пока что, к сожалению, лент, пока что планируется общий размер долга увеличить почти на 23 процента до 346 миллиардов гривен. И это, конечно, очень тяжело. С другой стороны, бизнесмены возмущены. Я вот сегодня там разговаривала с одним бизнесменом, он говорит, слушай, ну черт побери, 60 процентов оставляют там на кинематограф, да, вовремя или сейчас. Пусть приватная структура сегодня занимается финансированием кинематографа, если это в конечном итоге так надо. А финансирование музея Майдана. Зачем это нам сейчас, когда тысячи людей могут лишиться работы и пойти на улицу с протянутой рукой? Нам нужно создавать новое рабочее место, нам нужно это финансировать, но не там построение любого музея, создание любого музея. Вот таким образом реагирует бизнес, таким образом реагируют люди, которые сегодня волнуются за свое будущее. И мне кажется, не понимать этого было бы очень странно. Сегодня, как вы знаете, уволили двух министров. Уволили Игоря Уманского, министра финансов, и уволили бывшего министра, уже бывшего министра здравоохранения Илью Емца. Надо сказать, что на место Ильи Емца пришел Максим Степанов, человек, который является антикризисным менеджером. Я помню его на посту губернатора Одесской области. Он достаточно жесткий, прагматичный руководитель. И, собственно говоря, против его кандидатуры ничего особого не имею. А вот почему уволили Уманского, мне как раз не очень понятно, потому что Уманский, в отличие от Емца, не сказать ничего такого скандального не успел, не сделать ничего такого скандального не успел. Поэтому вот что с Уманским, какого рода конфликт, и это вопрос вопросом, но я очень надеюсь, что Игорь Уманский даст интервью в четверг на программе «Народ против» и расскажет нам, а что, собственно говоря, произошло. Теперь закон, который сегодня проголосован по бизнесу. Он у всех бизнесменов вызвал недоумение и пожимание плечами, потому что все бизнесмены говорят о том, что они ожидали каких-то жестких, конкретных мер, а не просто, я не знаю, общих слов. Кабмин рекомендует, Кабмин хотел бы, Кабмин советует не увольнять, еще что-то не делать и так далее. Нет, закон по поддержке бизнеса должен был быть конкретным. Я вот вам сейчас цитирую один из телеграм-каналов. Я должен в Киеве бизнес закрыть, а они кино на 60% финансируют и музей Майдана за 26 миллионов хотят построить. Это просто катастрофа. Еще события вчерашнего, сегодняшнего и позавчерашнего дня. Вы знаете, что вы видели все кадры этого побега из самолета, прилетевших из Вьетнама граждан, да? Это, конечно, отвратительно, когда там пытались выбивать двери в Борисполе и так далее, и так далее. Но, опять же, зачитываю. Ну, знаешь, умри, лучше не скажешь. В одном из телеграм-каналов народный депутат Бужанский написал. Конкурс кретиного уверенно выиграл глава МИД Кулеба, назвав побег из самолета, прилетевших из Вьетнама граждан неистребимым стремлением к свободе. Да, господин Кулеба, а когда там не слушают полицейских, когда госслужащим плюют в лицо, когда плюют в глаза обществу и говорят, что там плевать мы хотели на вашу обсервацию и на ваши проблемы, это, конечно, неистребимое стремление к свободе. Я не знаю, каким образом была организована эта обсервация, потому что там были какие-то фейсбучные посты о том, что холодно, что нет там условий и так далее, и так далее. Я думаю, мы еще это все узнаем, проведем расследование, но тем не менее, когда государство проявляет беспомощность и ничего не может сделать, как вчера, например, с рейсом на Бали, откуда там шли какие-то репортажи, они не выходили из самолета, потому что они отказывались от обсервации, хотя летели вот с таким условием. Но, вы извините меня, неужели нельзя было это организовать нормально? Неужели нельзя было каждому человеку дать перед полетом бумагу? Если это же мы, этих людей, страна Украина, эвакуируем, не те компании, которые их туда послали, не те туроператоры, которым они заплатили за путевки, так, пожалуйста, поговорите с людьми, пусть они дадут расписку о том, что они готовы на обсервацию, а не так, как сегодня это произошло. Вообще, логика государственного мышления меня удивляет, ведь сегодня уволены, кстати, не только два министра, но и шоумена, и комик Сергей Севоха. Я абсолютно равнодушна к Севоху, как, я не знаю, как шоумену. Мне было странно увидеть про его назначение, когда он был назначен в РНБО. Но после того, как человека во время презентации радикалы избили, уронили на пол, как они говорили, там еще что-то сделали, да, уволить человека после этого, это означает, что мы даем сигнал, государство дает сигнал. Вы так поступайте с другими. Если вам не нравится какой-то госслужащий, министр, замминистра, еще кто-то, член РНБО, вы его роняете, вы его толкаете, вы его унижаете. Вот мы после этого его быстренько уволим. Ну, потому что другой логики совершенно, ну, не может быть здесь. Сегодня Верховная Рада также проголосовала, насколько мы знаем, 276 голосов, антиколомойский закон, как они сами называют, да, и чтобы этот закон проголосовать, образовалась новая ширка. Давно вы не слышали это слово, друзья мои, замечательное, со времен Януковича. И в эту ширку вошли слуга народа, в эту ширку вошли голос и пес, как говорят в народе, да, европейская солидарность. Ну, что ж, замечательно, замечательно, знаете, шутка и в моем дне тоже, свингеры, которых мы заслужили. И это правда, свингеры, которые мы заслужили. На фоне этого новость, которую опубликовала страна, что сотрудница НАБУ Полина Чишника, главный специалист отдела обеспечения работы директора НАБУ, фактически помощница Гиза Углава, постоянно перекоммуницировала с работниками посольств, международных структур, посылала туда отчеты, закрытые материалы дел и данные на политиков. Это уже мелочи. Это уже ерунда. Ну как? Мы думали, что стадион так стадион. Оказалось, нет. Колония так колония. До завтра, друзья мои. Завтра я обязательно буду с вами и расскажу вам про все новости, которые вы еще не знали. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...